Всем привет! Это что это мы тут делаем? Катя, скажешь всем привет? Скажи нет, не скажу. Что-то она задумала. Что такое? Мы сейчас сидим дома, одни. Настенка, где у нас Настеночка? В садике, да? Скучаешь по Насте? Да? Скажи, скучно играть. Одной, не у кого игрушки забирать, не с кем ругаться. Вот мы, короче, не знаю, решила включить камеру. Да и просто поснимать для вас побольше Катюшки. Катя. Видите, что-то замышляет, что-то думает. Это нельзя, доченька. Катюш, это нельзя поставить на место. Да, нельзя. И это тоже нельзя. Это тоже нельзя. А это можно. Катюша. 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 Настя, вы не знаете, что такое? Матерь, язык покажи. А где? Где, Настена? Катюш, где? Смешно, я не понимаю. Матерь так сделает. Короче, хотела я тут навести порядок в шкафу в детском. Ну, как порядок. В общем, убрать вещи, которые маленькие нам. Которые мы уже вряд ли будем носить. Видите, тут у нас сейчас все в куче. И хотела как раз сейчас померить вот это платье новогоднее. Костюмчик, точнее. Помните, я в том году на фотосессию у нас была? И Катя в этом костюмчике ходила. Там уже еще такие штанишки. Катюш, давай с тобой померим? Давай посмотрим. Ну, даже если, мне кажется, оно по размеру, я все равно, не знаю, просто как-то хочется что-то новенькое в этом году и прикупить. Правильно? Зачем одинаковые фотографии два года подряд в одинаковой одежде, имею в виду? Что ты там? Штанишки нашла? Да? Ну, давай. У меня очень много вещей, которые я хочу продать. Детских. У меня, кстати, многие подписчицы спрашивали. Я в прошлый раз, когда в Инстаграме, у меня отдельный Инстаграм есть, там, где я продавала вещи. Вообще, там, задешево. И за два дня все у меня, девчонки, раскупили. Поэтому я решила еще насобирать. У меня очень много хороших, качественных вещей. Я подумала, почему бы все это не продать? Действительно, вот, допустим, вот этот тот же костюмчик, который мы одевали два раза, наверное, всего на фотосессию, на Новый год. Отличное качество этому мазыки. Катюш, давай сейчас я принесу. Давай. И оденем. Катя уже потрошит. Дочурка, ты снимай из себя штанишки пока. И будем сейчас одеваться. Так, сейчас будем мерить этот костюмчик. Посмотрим, как он еще случился. Да. Ну-ка, отойди-ка подальше. О, какая красивая Катюша. Ну, коротенькие рукава уже, да? Покружись. Красота какая. А, покружись. Ой, ну-ка, вообще прелесть. Так что, скорее всего, да, эти вещи я буду выставлять на продажу, потому что качество хорошее, но нам они уже маленькие. У нас еще вот тут вот это платье тоже новогоднее Настенкино. Это, кстати, из Фаберлик. Свекровь дарила. Очень хорошее платье по качеству. У Насти, во-первых, конечно, оно маленькое. Я вот думаю, оставить его для Кати или все же тоже выставить на продажу. Думаю. Вот это, кстати, платье тоже Настенкино. Оно сейчас прямо Кате подходит, поэтому я его оставлю. Оно красивое. Тоже мы его пару раз одевали. Будет Катюшка его донашивать, потому что, ну, красиво платьишко. Зачем его, правильно? Пока еще рановато отдавать. Я думаю, надо до трех лет его спокойно поносить. Вот это платье, кстати, Катя до сих... Ой, Настенка до сих пор носит. Но и тоже уже маленькое. Я думаю, Катя может тоже его оставить. Или его с НЧД, кстати, хорошее платьишко. Еще вот такое платье тоже, наверное, я выставлю на продажу. Оно очень хорошее. Вот, одевали его на 4 годика Настенки. И вот еще один, кстати, костюмчик. Тоже детский. Мне его присознали, кстати, бесплатно. Но мы его ни разу не одели никуда. Не знаю, почему. Наверное, потому что у нас были другие костюмы. Допустим, вот, адидасовские, Зары мы носили. А этот как-то мы забыли. Тоже 74 размер, очень хороший. Тепленький такой, с капюшончиком. Новый абсолютно висит. То есть надо, короче, навести. Снять хочешь? Катя, если выбрала новый наряд. Шорты и вот такую вот жилеточку. Вообще очень любит наряжаться. Прям в кайф ей. В общем, пришла я на кухню. Сижу, думала, что готовить, кушать. У меня со вчерашнего остался, короче, фарш. Я делала на котлеты. То есть фарш добавила... Ой, что мне засветило. Фарш добавила, в общем, лук, батон, который у меня немного в молоке поплавал. А потом туда специи какие-то. Ну, так, совсем чуть-чуть соль. И яйцо. Вот, все это я в блендере, короче, перебила. И вот этот фарш у меня, я думаю, я очень пожарю котлеты. Но что-то не хочется жарить. Вот думаю, что из этого фарша можно еще приготовить, чтобы покушала и Катюшка, и чтобы муж сейчас пришел, поел. Перед тем, как вообще что-либо готовить новенькое, я сижу в интернете и ищу, ищу рецепты, смотрю. Столько всего классного. Люди умеют готовить. Хотите, я вам по секрету скажу, какой сайт, в принципе, стал моим первым? То есть сайта, по которому я вообще начала хоть что-то готовить. И сейчас периодически нахожу там интересные рецептики. Это, конечно, Скрипкина. Я думаю, многие ее знают. Многие хозяйки начинали именно с этого сайта, потому что там поэтапно у них, у нее там все написано. Ну, короче, для таких тупых, как я, для тех, кто вообще не умел ничего делать, для меня казалось, что готовить блинчики, не знаю, варить суп – это что-то очень-очень сложное. Но на самом деле нифига подобного. Все элементарно просто. Надо просто начать готовить. Катюшка идет. Так что буду дальше продолжать искать какой-нибудь интересный рецепт. Если найду, то в этом влоге я вам вставлю его. О чем-то мечтает и думает ребенок. Смотрите на этого ребенка. Это что такое вообще? Это как возможно? Катюшка, может, тебе немного? Может, третью засунешь в рот? Нет? Бело время сна. Да, Катюшка? Время сна у нас. Да? Спать будем гладываться. Вот так вот. Камеру поставила. Засыпаем мы соской сюда, да? Соску любишь, да? Так, где наш плед? Чем нам укрыться с тобой? Будем с тобой спать, да? Мы всегда засыпаем вот так вот. Я обязательно рядом с ней должна лечь. Она меня вот так вот обнимает. И мы засыпаем потихонечку, да? Напишите, кстати, как вы детей в таком возрасте укладываете. У меня вот, кстати, Настя с двух лет не спала вообще. Вообще. Она поняла, что какой смысл спать, если в это время можно еще побегать, поиграть. А Катюшка пока еще днем обязательно спит. Иногда, когда я за Настей иду в садик, она спит в коляске. Час, ну, точно поспит. Ну, в среднем два часа она у меня дрыхнет. Бывает два с половиной, бывает три. Обязательная процедура – это трогать мои руки. Вот так вот. Все время вот так вот. Да, Катюшка? Вот так вот. Всегда так делает. Детели, которые укладывают своих детей, встают вот так вот тихо-тихо на цыпочках, чтобы, не дай бог, разбудить. Да, особенно когда маленькие дети, мне кажется, все вот так вот ходят, чтобы, не дай бог, лишний шорох. Сейчас уже вечер. И одно из Катиной тоже любимых занятий – это собирать мишек. Досталось еще от Настенки. Настя тоже очень любила вот ковыряться. Видите, тут у нас вот отделение. Здесь у нас ручки. Тут у нас виды голов и ножки. Вот. И, в принципе, можно менять одежду по цвету, как вы хотите. Главное, чтобы, то есть, как бы входило в пазлики, да. То есть, вот это сюда не подойдет. И вот так вот Катюшка у нас сидит, собирает. Уже минут 15-20 точно ковыряется. Нравится. А еще у нас, еще маленькая коробочка тоже отдельно покупалась. Не помню, по-моему, бабушка дарила. Это вот тоже такая девочка, ее так же собирать. Ой, ну какая красота вообще. А тут ножки надо тоже найти, да? И ручки. То есть, получается, папа, мама и ребеночек. Вот так на этот. О, видите, это нам меняет. Очень хорошее. Поищите. Я не помню, где я покупала. В каком-то интернет-магазине. Если вдруг увидите такой набор, вот прям советую. Нам очень понравился. Играем. Да, Катюшка? Давай вот это покажем, как ты умеешь делать. Вот это. Да. О, давай вот это лучше. Вот это. А ну-ка. Сейчас уже вечер. Носенка спит. А мы с Катюшкой еще пока. Катя у меня выспалась, поэтому мы будем сейчас рисовать. Постелила я вот такой вот пледик. Может, кто помнит, это Катя маленькая была, лежала сюда на нем. Так, у нас вот Катя рисует. Можно цвет поменять. Желтенький, красный, какой хотите. Вот пультик у меня. Можно, кстати, поставить, чтобы цвета сами менялись. На, на. Катя уже готовая. Скоро будет спать ложиться. А я сейчас снимаю в процессе у меня видео «История моей жизни». Я уже, наверное, процентов 70 отсняла. Осталось 30. Конечно, рисовать очень сложно достаточно. Давайте я поставлю на штатив камеру. Немножко вам расскажу про этот процесс. Муж у меня тоже еще не спит. Сейчас играет в танчики. Кстати, года два назад я снимала видео про танчики. Я заикнулась. Он у меня очень часто играл. Сейчас вообще перестал. Очень-очень редко. Да, выключила. Наверное, полчасика кого играет. Сегодня Настя, кстати, ходила на живопись. Тоже принесла очередной свой шедевр. Я сначала подумала, что это Дед Мороз. Но на самом деле это повар. Но очень похож на Деда Мороза. Так, сейчас я сделаю белый фон. На белом фоне я в основном все снимала. Вот такой вот он ярче. Какая красота, Катя, у тебя получилась, да? Ну-ка, нарисуй еще что-нибудь. Молодец. А квадратик? Квадратик как ты рисуешь? Квадратик пока не получается. А солнышко, как рисуешь солнышко? А глазки и лучики? Молодец. На самом деле рисовать песком достаточно сложно. Во-первых, нужно распределить песок. Как видите, у меня пока тоже это не очень хорошо получается. И вообще я рисовать очень люблю, но у меня не получается рисовать. Бог не дал мне этого таланта. Ну вот, допустим, чтобы вам нарисовать такое из того, что я научилась. Вот мне, кстати, как прислали. Эту штуку тоже в видео потом, попозже я выложу. Вот мы распаковываем ее, этот стол. Вот завтра, наверное, пост в Инстаграм выложим. В общем, научилась я рисовать. Вот видите. Катюшечка, сейчас папа придет, подожди. Я это рисую дерево как бы, пытаюсь. Папа, Катюшка идет, сейчас будет кричать на тебя. Так, ну-ка. Вот это я типа дерево рисую. Ты снимаешь? Снимаю. Получилось у меня дерево, похоже? Да. Яблони. Вот так вот у меня дерево. Ау! Это то, что я научилась в первую очередь писать. Яблони. Ну, проходи. Мама, можно? Что, за ноутбук? Да. Ну, чуть-чуть только если. Такая получила добро от мамы. Пусть папа тебе включит чуть-чуть перед сном, да? Потому что айпад у нас сломался наконец-то. Телефон я свой не даю. И Катя очень хотела мультики. Вот я разрешила, пусть чуть-чуть посидит. А еще, кстати, давно я обещала рассказать вам про вот этот очиститель воздуха. Вань, расскажешь немножко про него? Как хотя бы его включать, а то я не в курсе. Да. Ты будешь смотреть свое видео. Наше, которое я снимала на детский канал. Как они купались с Настенкой. Она очень любит это видео. Так, вот так вот выглядит сам очиститель, кому интересно. Филлипс. Прислали мне. Кстати, единственный минус, который я могу про него сказать, это то, что он дорогой. По-моему, 35 тысяч стоит. Ну, конечно, он не маленький, но стильный. В принципе, все просто. Так. Чтобы включить, надо включить в розетку. Да. Загорелся. Да? Нет, не загорелся. Загорелся. Рассказывай, давай. Все сенсорно. Технология 21 века. Все сенсорно. Так, кнопочки. Вообще, как бы, да, при включении он включает последний режим, который был перед выключением. Сейчас он определяет количество взвешенных частиц пыли размером 2,5, по-моему, микрона, что ли. То ли на сантиметр квадратный, то ли что-то такое. И, соответственно, световым индикатором он потом покажет и цифровым. Количество этих. То есть, синенький, это как бы нормально. Нормальный воздух, не такой грязный, да? Ну, то есть, в пределах, скажем так, допустимого. Фиолетовый похуже. Там, по-моему, красный еще хуже. Какой-то там вообще жопа. Это вырезать. Как угодно. А эти кнопочки-то что означают? Вот это блокировка какая-то? Ну, как бы, самое прикольное, да, что здесь есть защита от детей. Ой. Вот он, кстати, вот вышел сейчас, просто у него был включен ночной режим. Вот он сейчас опять вышел на него. То есть, можно нажать вот эту кнопочку, загорится подсветка. Вот он сейчас показывает 13 этих частиц, 14. А должно сколько быть? Ну, как бы, нет такого, что должно. Просто как бы 13, то есть, есть что очищать, да? Когда там 2, 3, 1, как бы, ну, это чистый воздух именно в плане пыли. Синий индикатор. Ну, как бы, вот этим можно, в принципе, подсветку вот выключать этого индикации, да, можно, знаю, выключить тоже вот это. Вот. Но, когда стоит ночной режим, то есть, это вот режим вентилятора номер один, это ночной режим. То есть, он, во-первых, дует на самой маленькой скорости, чтобы не было шума вентилятора. И через какое-то время он гасит подсветку, всё. Ну, и да, и ночью, как бы, можно спать спокойно. Да. Ничего не мешает. Соответственно, можно выставить таймер, сколько по времени он будет работать. Ну, допустим, там, можно выставить, там, 1, 2, 3, 5, 6 часов, там, сколько там, не помню, предел. Вот. И, соответственно, есть возврат настроек, и это же сброс. Там, например, при замене фильтра, кстати, штука умная. Угу. И вот нужно, недавно я ему, кстати, чистил фильтр грубой очистки, он выдал сообщение о том, что нужно почистить фильтр грубой очистки. Угу. Очень классная штука. То есть, его почистил, вставил, он сам этого не понял, конечно. И нужно было ему, как бы, указать на то, что фильтр почищен. Вот есть режимы, допустим, первая скорость, вторая, третья, четвертая, пятая. О. Ого. И есть автомат. Подуло. Ну, дует у меня отсюда. А, туда. Вот. Это сзади такой. Вот туда выдувает свежий воздух вот отсюда. Угу. Отсюда вот наверх. Чисто, да? Наверх, да, выходит. Чисто. То есть, он как бы фильтрует через себя, да, пропускает грязный, и выходит чистый. А забор проходит вот с боков. Вот отсюда, отсюда и отсюда. Проходит забор воздуха. Ага. Закончилось видео. Угу. Вот. Соответственно, вот есть режим, типа, вот на пятой скорости, да? Вот он прям сильно дует. Угу. Вообще сильно. Да, прям. У меня аж волосы подлетели. Угу. Не буду показывать. Вот. Есть режим автомат. То есть, это он в автоматическом режиме будет выбирать, скорость очистки воздуха, в зависимости, видимо, от загрязненности. Угу. Еще есть режим, типа, очищает воздух от аллергенов. Как он это делает, я не знаю. Это как раз тебе. Ты же у нас подячая аллергия, блин. Да. Вот. Не знаю, как он это делает. Надо, короче, хоть раз привезти сюда собаку или кошку. Включить и проверить. Будешь ты чихать или нет? Потестировать, так действительно очищать от аллергенов или нет? Не надо. Угу. Ничего. У меня мама, Ванька, под Новый год приедет опять с Микки, так что придется. Ну, Микки будет на балконе жить. Ну, можно, кстати, показать сам фильтр. Например, мы вот сейчас... Да, в принципе, не надо, я думаю, показывать. Ну, это просто размер прикольного, большой. Да? Главное то, что да, и фильтр и чистится, и меняется вообще элементарно. Здесь... Ой, мамочки. Я вообще даже не знала, как это дается. Да, еще там на магнитах. Ага. Собственно, вот это фильтр грубой очистки, то есть, ну, размеры, да, масштаб, масштаб трагедии. За ним, значит, стоит еще фильтр тонкой очистки, по-моему, и угольный. Нет, точнее, сначала угольный, да, потом уже там другая ерунда. То есть, он, в принципе, даже токсины, там, дым какой-то, да, он все это дело будет впитывать. Прикольно. И, кстати, сообщение о том, что надо будет менять, он обо всем этом пишет. Что-то там менять, или, допустим, что касается грубой очистки фильтра, его просто помыть. Вот такая сеточка, я вытащил, на нее прям ковер такой был из пыли. Да, это все он собрал, да? Да. Я тебе не показывал? Нет. Нет? Без меня почистил. Все, пошел в душ, просто промыл с двух сторон, стряхнул, и такой материал, ну, интересный. То есть, что, как бы, даже сушить не пришлось. Ну, понятно, все. Ну, и ставится эта ерунда тоже элементарно. Ну, если на магнитах, тогда, да. Ну, да, то есть, главное, тут сверху такие штучки, зацепки. Слушай, ну, как, по 10... Еще в 10-бальной шкале... Да. Вполне. 10, да? 10, да. Если бы еще была какая-нибудь функция, типа, освежителя, вообще было бы классно. Типа, увлажнитель, в смысле? Освежитель. Освежитель. В смысле, запах пускал какой-нибудь? Ну, да, не то, что запах, а ну, да, наверное, запах. Как бы был такой. Давай я тебе дам освежитель воздуха. Ну, кстати, еще, кстати, мне маловажно, что он не такой уж тяжелый. Вот ты, кстати, сама попробуй. Он, как бы, такой громоздкий. Ну, да, я его переносила из комнаты в комнату. Ну, да, но не такой тяжелый, да, можно. Он, как бы, с виду такой большой, массивный, но не очень тяжелый. Не пушинка, но, как бы... Ну, ладно. Нормально. А я дальше, в общем, буду тут пытаться рисовать что-то. И все, да. Ой, чуть не убилась. И на этом я закончу свой влог. Да, хватит снимать. Катюш, скажи пока. Папа?